Привет всем, это ТОП ДОТА и обещанный видос, который я пилю ночью, потому что вы всё-таки набрали 3, а то и 4 тысячи лукосов под предыдущим, так что не пожалейте лайк на этот ролик и я запилю что-то новое раньше, чем собирался. А сегодня у нас Дотка и КСГО, вроде бы игры от одной и той же компании, но при этом с кучей отличий как в стратегии развития, так и в других аспектах. Просто вчера я вспомнил старые времена и сыграл каточку в матчмейкинге КСа и мне просто тут же бросились в глаза некоторые вещи, с которыми Дота 2 стала бы намного круче и вполне возможно она бы с их введением нехило повысила онлайн, так что если вдруг Габбен знает русский язык и смотрит мой ролик, то пусть он возьмёт на заметку. Итак, первое. Долбаные операции. В КСГО уже давным-давно есть эти крутейшие штуки, которые вводятся вместе с крупными обновами и которых все с нетерпением ждут. Операции – это целые DLC для КСа, в ходе которых можно выполнять разные миссии, выбивать скины, проходить компанией, зарабатывать медальки и так далее. Они конечно стоят определенных денег, но практически всегда с лихвой отбиваются. И я говорю не только о том, что купив пропуск на операцию вы получаете кучу положительных эмоций, я и о прямом отбивании бабок, ведь вам будут выпадать скины, которые на моменте ввода стоят неплохих таких денег. Если бы в Доту начали вводить что-то похожее на регулярной основе, то все обновы не сводились бы к сраным балансным правкам, которые можно читать по полчаса, теряясь в однообразных стенках текста, урезали урон на 5%, уменьшили кулдаун на полсекунды, увеличили монокос на 8 единиц и ввод такого дерьма на несколько листов А4, вот и вся обнова в Дотке. Конечно бывают и исключения, типа как с новыми героями, но господи. Новые герои выходят дай бог, чтобы раз в год, когда новые операции в КСке вылетают одна за одной, не оставляя игроков без контента. Надеюсь, что Valve этот свой промах поняли и начнут исправляться уже с этой осени, а именно с введением Манки Кинга. Ну или же всё будет как обычно и следующий интересный патч мы увидим года эдак через полтора. Следующее, чему нас учит CS GO, либо играй регулярно, либо не ходи в соревновательный режим. Не играл я в CS пару месяцев, зашёл в игру и вместо своего днищинского звания в виде калашска с венками, я увидел пустоту. Увидел пустоту. Звание просто-напросто сняли, потому что я был в инактиве и следовательно мог растерять свою и без того не лучшую скиллуху. А в доте же ты мог откалиброваться в 2014м, убить тиммейта за кривой вард, сесть в тюрьму, отсидеть, зайти через пару лет на свой аккаунт и продолжить катать на всё том же рейтинге на котором ты и был. Никого тут не интересует то, что ты можешь сливать катки потеющим чувакам, пока будешь вспоминать бинды, разыгрываться и хоть как-то одупляться. Да блин, даже если твоя скиллуха сохранилась просто идеально, что конечно невозможно, то ты всё равно не сможешь поддерживать свой ММР. Потому что уже вышло как минимум несколько патчей, в которых, как я уже говорил, было по 10 страниц балансных правок. И ты эту игру помнишь совсем не такой. По-моему было бы абсолютно справедливо, если бы после инактива, скажем в месяц, нужно было бы заново прокалибровать аккаунт. Если ты растерял скилл, то ты свой ММР и так сольёшь. Причём с винрейтом в 20%. А если ты играешь как я играл, то ты и откалибровать сможешь нормально. Думаю, логика здесь очевидна. Конечно, при должной системе калибровки. Ещё одна вещь, за которую КС можно смело похвалить, это патрули. Опять же вкратце поясню, если вдруг кто не знает. В КС можно просматривать реплеи чужих матчей, в которых дали много репортов одному и тому же игроку. Вы смотрите матч от его лица и решаете читерил он или нет. В Доте же такой херни нет и подавно, а вот читеров становится всё больше и больше. Если посмотреть запросы вроде читы для доты, то на том же ютубе вы увидите просто десятки роликов, суммарно набравшие просто миллионы просмотров, а значит миллионы потенциальных читеров катают против нас на миде каждый день и вряд ли габен будет за это их банить собственными руками. Ну о правах я вообще молчу, эта штука может вас забанить за установленный антивирус, но при этом она оставляет в игре тысячи мобхакеров. И четвёртое, чего в Доте не хватает так же сильно как нормальных тиммейтов в наших командах, это нормальные системы трейда и дропа вещей. Когда-то в далёких и счастливых временах все шмоточки в Дотане были трейдовыми, многие из них могли дропнуться вам в паблике, вы могли меняться ими с друзьяшками и всё было максимально лампово. Как со шмотками дела обстоят сейчас, я думаю вы знаете. А вот в КС всё по прежнему круто и я не понимаю чем вызвано такое неравенство. Возможно дело в том, что Дотка у нас фритуплейная, а КС стоит каких-то шекелей. Возможно, но блин. Лично я бы лучше отдал пару-тройку сотен, да купил бы себе ключ на Доту, получив взамен нормальную систему трейда. На этом, пожалуй, закончу, чтоб сильно не растягивать ролик, хотя я могу рассказывать ещё очень и очень долго. Ну а если вы и сами поигрываете в КС, то пишите, что вы об этом думаете. Кстати, можете ещё и подписаться на мой канал по КСГО, я его создал уже давным-давно и сегодня там как раз вышел новый видос, да ещё и с розыгрышем. Ну и на этот канал, само собой, подписывайтесь, лайки ставьте, в друзья добавляйте и всё такое. Удачи!